Коллеги, здравствуйте! Рядом со мной Григорий Шанаев, компания консалтинговая группа Тревизиум. Здравствуйте! Добрый день! Расскажите немножко о компании. Мы занимаемся консалтингом. Это маркетинговый консалтинг, стратегический консалтинг и поддержка операционной деятельности. Оказываем такие необычные услуги, как услуги внешнего директора по маркетингу, внешней службы маркетинга и сбор проектных команд под сильные задачи. То есть это максимально гибкий консалтинг в том виде, в котором он может быть. Вы сегодня были спикером нашей деловой сессии. Это непосредственно касалось именно вашей компании. Пожалуйста, хотим подробностей. Да, прошла сессия, посвященная динамическому ценообразованию в ритейле. Мы говорили о интересных трендах, которые сейчас есть на рынке, особенно те тренды, которые становятся или продолжают быть актуальными, несмотря на непростые времена, которые нас застигли врасплох. Мы говорили о тех кейсах, и ребята из таких компаний, как Красный Яр, рассказывали о внедрении динамического ценообразования и полученных результатах. Сессия была достаточно интересной, очень динамичной. Доклады были практичные и максимально насыщенные цифрами по эффективности. И мне кажется, вся аудитория сделала очень правильный и хороший выбор о том, что динамическому ценообразованию быть, безусловно. Да, есть нюансы, и не нужно сейчас пытаться все постматериалы переоборудовать в электронные носители. Нужно идти поступательно. Но первые шаги нужно делать уже сегодня, чтобы завтра не оказаться в аутсайдерах рынка. Получается, тенденция уже есть, и кто ее придерживается, это разговор с завтрашнего дня. Не после-после завтрашнего, а уже завтрашнего. Поэтому вы должны успеть сделать все как нужно. Все верно. Я бы даже сказал, что это уже тема сегодняшнего дня, потому что есть уже практические результаты, полученные коллегами. Они уже озвучены всенародно на нашей конференции. В рамках сессии были вопросы от компаний или от представителей тех или иных бизнесов, которые явно интересуются этим. И уже мы можем посчитать эффективность по внедрению, допустим, по замене обычных просто бумажных носителей с точки зрения рентабельности замены самой. И рассмотрели разные модели приобретения электронных ценников, либо модели аренды электронных ценников. Второй более практичный. И сейчас, наверное, это наиболее аккуратное вхождение могло бы быть ритейлера в предмет динамичного ценообразования. В будущем, да, безусловно, с одной стороны, сейчас не нужно спешить. Мой призыв – не инвестировать бездумно. Я думаю, что все этот призыв разделяют и понимают. Но идти поступательно нужно сегодня, потому что электронные ценники, они, конечно, очень гибкие с точки зрения управления покупательским спросом. Более того, это дополнительный маркетинговый инструмент. Мы, опять же, говорили на сессии, что что из себя представляет основной информационный носитель в торговом зале. Это, безусловно, обычный ценник. А что из себя представляет основной маркетинговый инструмент? Сегодня было много разных вариантов озвучено. На самом деле, это желтый ценник. И поэтому даже вот как замена желтому ценнику и дополнение его за счет электронных возможностей и дисплея, на котором можно отразить сильные условия практики, обратить внимание цветом, выделить на принадлежность к той или иной категории, к тому или иному торговому или промо-предложению товара, стоящего на полке, это уже сегодня можно и нужно использовать. И при этом это не требует больших инвестиций, повторюсь. Здорово, звучит как магия. И сегодня мы уже верим в будущее, и будущее уже пришло к нам. Спасибо вам за вашу работу. И, может быть, еще пару слов всем участникам рынка от вас. Спасибо большое и вам. Несколько слов, наверное, по желанию. Я обратил внимание, что рынок в начале этого года был такой притихший и очень внимательно наблюдал за тем, что происходит. Но сейчас, мне кажется, что пришла пора действовать, пришла пора меняться. Есть огромное количество новых возможностей, которые мы, как консультанты по стратегическому маркетингу, видим уже сегодня и сейчас. Кто-то это сравнивает с 90-ми годами, когда было непросто, но при этом рынок был абсолютно свободен. Здесь, конечно, он не абсолютно свободен, но он требует каких-то ярких решений, направленных а на эффективность, B на новизну и C, C и B, C, конечно, на покупателя. То есть рынок по-прежнему клиентно-ориентирован. Да, сейчас будет определенный дефицит торгового предложения, но, тем не менее, все равно нужно смотреть и ощущать, смотреть на своего покупателя, ощущать спрос, следовать ему и немножко опережать события. Так что быть немножко стратегом, а может быть, множко, да, консультироваться с экспертами. Я не говорю сейчас про себя, экспертов много, на конференции было очень много хороших, очень интересных докладов экспертных. Я сам с огромным удовольствием и интересом слушал многие сессии. Поэтому, да, посещайте такого рода мероприятия, следите за рынком, не бойтесь, но будьте аккуратны. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.